Приветствую вас. Вот прочитал ваш вопрос, решил на него записать вам ответ. Значит, давайте мы разобьем ваш текст на две части. Первая часть текста будет посвящена печальному опыту, который у вас был с мужчинами и из-за которого теперь вы не можете своему настоящему молодому человеку, с которым вы встречаетесь сейчас, доверять. Значит, прежде всего, понимаете, ваш страх, который вы испытываете, он имеет место быть в том числе и потому, в том числе и потому, что вы не выразили свои переживания относительно этого печального опыта, вы его неправильно для себя усвоили. Что это значит? Давайте попробуем пояснить. Печальный опыт, как и любой опыт, это результат ваших действий. И если произошла такая ситуация, что мужчина вас обманывал, то что такое обман? Обман, это когда человек скрывает от вас какие-то свои черты, которые у него есть, но он не хочет вам их показывать, потому что знает, что вы, ну, например, негативно отреагируете на эти черты и так далее. И не сложно догадаться, я надеюсь, что не сложно догадаться, что наличие этих черт, само по себе наличие этих черт, означает, что вы встречаетесь с человеком, который, в общем-то, не является тем, кем вы его видите. Иначе говоря, вы идеализируете такого человека. Вот если говорить прямо, вы такому человека идеализируете. Да, можно выяснять, зачем, можно говорить о том, почему вы идеализируете такого человека, с чем связано ваше желание его идеализировать. На самом деле, мотив, мотив на идеализацию всегда произникает из ваших потребностей. У вас есть потребности идеализировать человека для того, чтобы, ну, например, например, еще раз хочу вам отдельно сделать упор, что именно, например, я не говорю, что это основная причина, по которой вы идеализируете человека. Ну, например, вы идеализируете его потому, что вам, например, что-то нужно. То есть, у вас есть определенная потребность. Потребность в чем? В идеализации для чего? Чтобы получить то, что вы хотите от этого человека. Вот вы что-то от него хотите получить для себя. И именно это является основной причиной, по которой вы идеализируете. Так вот, обман связан именно с тем, что этот человек не тот, которого вы представляете себе. Это другой человек. И если кто-то вас обманывает, ну, такое бывает, если кто-то вас обманывает, то это означает, что человек меняется. Человек становится другим. Человек обладает другими чертами, другими качествами, другими характеристиками. Но не теми, которые вы думали у него есть. И из-за этого возникает обман. У человека возникает потребность вас обмануть именно потому, что он знает, что вы воспринимаете его не так, как он есть. И он не видит средств, не видит способа вам донести, до вас донести, что он другой. Он не видит способа до вас донести, что он не такой. Он знает, что вы его не примите. И он пытается быть тем, кем вы его видите, его это тяготит, но он пытается, 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 и в итоге все это вытекает в обман. То есть, то это значит, если вы боитесь, что вас обманут, вы боитесь быть обманутым, значит, у вас есть причины, основания для того, чтобы бояться быть обманутым. И одно из оснований – это страх того, что отношения закончатся. То есть, вы боитесь того, что вас обманут, потому что вы обманут. И это завершит ваши отношения с молодым человеком. И вы знаете, что это завершит ваши отношения с молодым человеком, и вы вместе с этими отношениями что-то для себя потеряете. Вы это знаете, и именно поэтому вы боитесь, что он вас обманут. И здесь нужно понимать, что бояться потерять человека, любого человека, неважно какого, любого человека абсолютно, бояться потерять человека, просто испытывать страх в отношениях. Это значит быть не свободным в отношениях. И это получается, это означает, что вы не свободны в своих отношениях с молодым человеком, с мужчиной, со своим. Вы не свободны в этих отношениях, вы зависимы от них, вы боитесь их потерять и так далее, и так далее, и так далее. И здесь первым моментом будет такой момент, что вам нужно понять для себя, какие качества, какие, простите, попрельности вы удовлетворяете с помощью него. Что вы теряете для себя, если молодой человек вас обманывает? Какие негативные последствия возникают для вас, если вы расстаетесь с ним? И так далее. Это первое. Второе, это естественно то, что вы думаете про себя, возможно, хуже. То есть вы, когда вас обманывают, вы думаете про себя хуже. Вы думаете, что вас, например, обманули, потому что, ну, допустим, допустим, потому что вы как-то недостойны, например. Или что вас там можно обмануть, потому что вы недостаточно значимы и так далее. То есть вот меняется ваше мнение о себе. И вы знаете, что ваше мнение о себе поменяется, если вас обманут. Из-за этого вы боитесь, потому что вы будете думать о себе хуже. И естественно, естественно, конечно же, если вы будете думать о себе хуже, если вы знаете, что вы будете думать о себе хуже, то, естественно, можно говорить о том, что вы боитесь, что вас обманут, потому что обман означает для вас негативные последствия. И вопрос заключается в том, почему вы будете думать о себе хуже. Почему вы концентрируете эффект от обмана на себя? А если, например, к вам это отношение не имели? А если, например, человек обманул вас не потому, что вы такая, а потому что у него просто вот есть для этого необходимое? А если человек обманул вас, потому что у него, например, такая слабость? Ну вот просто слабость. То есть нельзя думать в контексте обмана только о себе, если вы это делаете. Нельзя думать только в контексте вот как раз себя в этом. Если человек обманывает, то к вам это может и не иметь никакого отношения. Я хочу, чтобы вы вот это для себя постарались тоже понять. Ну, по крайней мере, направление мыслей. Вот вам нужно уловить направление мыслей. Далее. Теперь вопрос доверия. Знаете, что значит доверять человеку? Этот вопрос, вопрос доверия, он на самом деле довольно тонкий. Дело в том, что довериться человеку, то есть положиться на него, то есть полагаться на него во всем. Ну, это я так, конечно, утрирую сейчас, на счет того, что полагаться на человека во всем. Но я хочу, чтобы вы уловили основную мысль мою. Она заключается в том, что вы, полагаясь на человека в чем-то допускаете для себя вред, если он распоряжается чем-то связанным с вами. Иначе говоря, вот такой приведу вам совершенно примитивный пример, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Предположим, что вы закрывали дверь, тяжелую подъездную дверь, самостоятельно на протяжении, скажем, 10 или 15 лет. 15 лет вы закрывали эту самую дверь самостоятельно. Потом у вас появился мужчина, и вы как-то вот постепенно, постепенно на него эту обязанность переключили. То есть понятно, что поначалу вы сами закрывали дверь. Когда у вас мужчина появился, вы сами ее закрывали, это понятно. Но однажды он, мужчина, предложил вам закрыть эту дверь за вас. Он говорит, ну что ты будешь вот мучиться, да, давай лучше я закрою дверь за тебя. И вы позволяете им это делать. Он закрывает дверь за вас. Вы понимаете, как это здорово, когда человек делает что-то за тебя, для тебя, да? И вы теперь на него в этом полагаетесь. И полагаясь на него в этом, вы как бы становитесь зависимой от него. И можно, конечно, сказать так, что, ну а что же тогда? Вы советуете, что, не доверять людям? Что же вы тогда советуете? Как-то вот не позволять людям, значит, помогать? Или что? Такой вы можете сделать вывод, да? Из того, что я вам вот сказал. Ответ мой будет довольно прост. Если человек хочет вам помочь, если человек хочет делать что-то для вас, если человек хочет взять на себя ответственность за что-то, касающееся вас, это прекрасно. Не нужно от этого отказываться. Но! Вам нужно самой сохранять в себе вот этот ресурс, который позволяет вам самостоятельно делать те же самые вещи. Иными словами, вы не позволяете человеку вас расслабить. Вы не позволяете человеку нуждаться в нем только так, чтобы помимо него вот не было никакого больше средства решить ту или иную задачу. Понимаете? И если он берет за вас ответственность в чем-то, это здорово, это прекрасно, но сами сохраняйте свою независимость. То есть, например, если мы говорим о том, что, вот, например, вы, например, носите продукты, да, вы, например, носите продукты, вот, тяжелые сумки вы носили до, скажем, того, как встретились с молодым человеком. Вот носили вы тяжелые сумки. С ним вы это делать перестали. Расслабьтесь. Вот этого делать не нужно. То есть, все равно, все равно продолжайте это делать. Естественно, меньше. Не надо носить именно тяжелые сумки. Но не расслабляйтесь полностью. То есть, доверять человеку, это означает, перекладывать на него ответственность за себя. Растворяться в нем. Надеяться на него. Полагаться на него. И не стоит полагаться на человека во всем. Понимаете? Вам нужно сохранять в себе вот эту вот, я бы сказал, некую независимость. Для того, опять же, чтобы не испытывать негативных последствий от возможного обмана, потому что человек слаб, обман – это грех, и никто не может быть застрахован от того, чтобы не обмануть. То есть, обмануть можно сказать. И нет таких людей, которые бы не обманывали вообще никогда. Итак. Подводя итог, есть два момента. Первый момент заключается в том, что вы, значит, прорабатываете свою вот эту вот модель. Ну, то есть, модель обман. Думаете, почему человек обманул вас тот другой, который дал вам впечатленный опыт? С чем это было связано? И так далее. Думайте о том, что вы потеряли с этим обманом. Что стоит за обманом для вас? То есть, понятно, что на обман каждый человек реагирует там, ну, по-своему. Это понятно. Вот, соответственно, что для вас обман значит, какие он для вас несет эффекты, последствия и так далее. И вот эти последствия вам нужно оккупировать. Чтобы не бояться, нужно знать, что вы делаете в случае, если это произойдет. Чтобы не бояться, нужно четко понимать, какие именно последствия для вас нежелательны. И что вы можете сделать для того, чтобы они, ну, скажем так, не наступили. А если наступили, чтобы прошли для вас наименее полезные. Далее мы говорим о самостоятельности. То есть, об установке, условно говоря, об установке границ. Ваших личных границ. Границы связаны здесь с тем, как вы себя позиционируете в отношении. Сохраняете ли вы в них свою самостоятельность и так далее. Ну и, естественно, если вы боитесь, что человек вас обманет, это уже дополнительный момент. То это с большей долей вероятностью не уверенность в себе. То есть, вы не уверены в себе. Вы сомневаетесь в себе. И с этим тоже нужно работать. То есть, вполне может быть, что ситуация такова, что вы, например, недостаточно сильно себя любите, недостаточно себя цените. И из-за этого возникает вот такая вот негативная ситуация, связанная именно с этим. И тогда это решается путем повышения уверенности в себе, воспитания любви к себе, более ценностного отношения к себе и так далее. Все это, в принципе, делается. Все это, в принципе, осуществимо. Главное, чтобы вы хотели сами над всем этим работать. То есть, чтобы вы правильно понимали, я даю вам сейчас определенные направления, которые к вам нужно двигаться. Либо самостоятельно, либо с помощью психолога решать вам. То есть, если вы человеку не доверяете, то это означает, что вы имеете некие искашенные представления о себе, об отношениях и так далее. Понимаете? Ведь вы боитесь человеку поверить. Почему? Потому что вы на него будете сильно полагаться, он вас обманет и вам будет плохо. Вы боитесь быть обмануты. Почему? Потому что последствия для вас этого обмана будут довольно тяжелыми. Вы начали бояться, но почему? Потому что неправильно усвоили полученный печальный опыт. Потому что вы проецировали его на себя. Вы руководствовались своими ожиданиями, своими эмоциями в этом опыте. При этом вы не обратили внимание на мотивацию человека. Почему он вас обманул? Что заставило его вас обмануть? Понимаете? То есть, это конечно все тонкости, это уже область предположений, но вам сейчас вот нужно обратить внимание именно на эти два, даже три основных аспекта. Это правильное усвоение опыта, это понимание явления обмана, как до кого, что есть обман. Это значит, своя позиция в отношениях, это уверенность в себе и оценка себя самой. Понимаете, за страхом всегда кто-то стоит. Страх быть обманутым, страх быть преданным, страх измены, страх еще чего-то. За страхом всегда что-то стоит. И правда заключается в том, что сам-то по себе страх это вполне себе нормальная вообще реакция человека. Сам-то по себе страх это абсолютно нормально. Понимаете? Сам-то по себе страх это защитная реакция человека. Она, это защитная реакция человека. Естественно. Она должна быть. Без нее, без защитной реакции, вы не смогли бы, например, как-то себя корректировать. Вы бы не смогли как-то управлять собой, видеть опасность. И так далее. Страх Сигнализирует о том, что есть у вас некоторые проблемы, некоторые негативные обстоятельства, которые могут наступить, и которых вы не хотите. И вот эти обстоятельства, это не обман. Понимаете? Это не обман. Это никогда не бывает обманом, это никогда не бывает изменой, это никогда не бывает чем-то еще. Это не то. Это объективные факторы, которые иногда происходят. Боитесь вы не этих явлений, а того, что за ними следует именно для вас, какие негативные последствия для вас идут. Например, в моем примере, если человек вам помогал открывать дверь, и вы разучились, отвыкли открывать дверь сами, то если человек от вас обманывает, и вы опять должны сами открывать дверь, то вам это тяжело. Вы отвыкли. Отвыкли. И именно потому, что вам тяжело, вы чувствуете несправедливость этого. Вот для вас он это делал, теперь делать перестал, вы должны сами опять начинать это делать. И вот это негативное последствие вам неприятно. И либо вы приходите к мысли о том, что привыкание и отвыкание это естественно, и вы не боитесь того, что вам придется много что-то осваивать заново, либо, что куда более эффективнее это не отвыкать. То есть всегда сохранять определенную самостоятельность. Дело в том, что у нас с вами тонкость заключается в личных отношениях. То есть мы с вами говорим про личные отношения. Про доверие в личных отношениях. А доверие в личных отношениях всегда тесно связано вот с такими вещами, например, как растворение. То есть вы растворяетесь, чрезмерно растворяетесь в человеке. Нарушение собственных границ. Я имею ввиду ваших собственных границ в отношениях. Значит, потеря себя в отношениях. И как следствие, как следствие, человек, если он видит, что вы в нем растворяетесь, ему естественно неприятно, что это происходит. Потому что он тогда как бы теряет вот эту вот самобытность в партнере. Он не видит, что рядом с ним находится самобытный партнер. Он видит, что рядом с ним там человек, который в нем растворяется. А если человек растворяется в другом, то это всегда для того, в ком растворяется, означает одну очень неприятную вещь. Это означает, что в этом человек, который растворяется, тот, в ком растворяются, будет видеть всегда себя. Ну, я полагаю, что вы и без меня, наверное, понимаете, что никому неприятно видеть себя в другом. И именно поэтому такой человек перестает чувствовать себя собой. И у него появляется как бы больше оснований, больше желания для того, чтобы обмануть. Вот и все. Вот я надеюсь, что данный аспект вы постараетесь для себя понять. И я очень надеюсь, что вы сможете извлечь из моего ответа какие-то полезные вещи для себя и подкорректировать свое отношение к себе и к другому человеку. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok